К сожалению, сейчас леса, что вдали от областного центра, что в непосредственной близости, встречают нас отходами жизнедеятельности человека. По периметру сплошные свалки. Сюда теперь выносят весь ссор из избы, а редкие виды выживших насекомых в панике разбегаются при виде непрошенных гостей, чтобы не оказаться под колесами автомобилей. Разувайся, всяк сюда входящий! Хотя без обуви в саратовских лесах можно получить серьезную травму. Под ногами бурелом из давно сгнивших стволов деревьев. Это не дикая чаща в сотнях километров от города, а массив недалеко от объездной Саратова. Бурелом, бытовой мусор и присутствие человека – три столпа начала лесного пожара. Как говорит министр экологии и природных ресурсов региона, обстановка нестабильная. Год он напряженный. Если взять класс пожарной опасности и сравнить его с прошлым годом, то он даже чуть повыше. Но, тем не менее, в этом году у нас по площади в семь раз меньше нагорели мы, но благодаря тому, что все-таки оперативно реагируют лесхозы. Если взять по количеству, в этом году 34 пожара, в прошлом году было более 60, по площади 182 гектара, в прошлом году это было 1200. Леса Саратовской области – это 670 тысяч гектаров. Все они являются защитными и имеют экологическую направленность – сохранять почву от различных видов эрозии. При этом именно промышленных лесов в регионе нет. Пожарная безопасность – зона ответственности лесхозов. Павел Жомер возглавляет Визовский совсем недавно. Ведет к настоящему музею под открытым небом. Из этих экспонатов исправны всего два трактора. А это уже местный гараж. Несколько дней назад сюда все же привезли новую технику. Поступил трактор на базе Беларуси МТЗ-82, один, тоже для опашки минполос, то есть за уходами лесов от пожаров. Вот пока в этом году поступило две техники. Это у нас лесопатрульная машина, старая еще. Два пожарных автомобиля, которые на ходу, в полном исправе. Но это пока старая техника. Ну, это старая техника, но она… Ну, исправная. Исправная, все в хорошем состоянии. И, наконец, мечта любого лесхоза – малый лесопатрульный автомобиль на базе УАЗика. Для штатов 16 человек – главная боевая единица на случай пожара. Он полностью укомплектован емкостью, двумя помпами высокого давления, также инвентарем бензопилой, вустуходувкой, лопаты, топоры, ранцевые огнетушители, донкрат, лебедка и принадлежности защиты. Как говорят в Министерстве экологии и природных ресурсов, новую технику для поддержания лесов не закупали последние лет 30. Сейчас новые образцы на сумму в 96 миллионов поступили во все лесхозы. Они куплены на федеральные средства в рамках нацпроекта. Заместитель председателя правительства Роман Бусаргин, комментируя пожарную обстановку, пояснил, что пока справляются без привлечения сил МЧС. На сегодняшний момент те пожары, которые у нас были на территории Саратовской области, вот это небольшое количество, они не носили серьезный класс, и поэтому пожар, тушение пожаров осуществлялось силами лесхоза, соответствующими и пожарными частями, находящимися на балансе Саратовской области. Но с другой лесной проблемой пока не справляются. Геморрагическая лихорадка перенесла на больничные койки сотни людей, а ее повторную вспышку ожидают и осенью. А это не только сезон грибов. Сейчас в области 160 закрепленных охотничьих угодий на 92 юридических лица, а общедоступных территорий всего 47%, но общее количество копытных привлекает в леса массу любителей настоящей дичи. На сегодняшний день численность копытных животных стабильна. Отмечается рост численности по косуле и лосю. Что касается кабана, то его численность поддерживается на довольно низком уровне в связи с африканской чумой свиней. Численность лоси оценивается в районе 5000 голов. Косуля 15,5 тысяч голов. Олени где-то в районе 1500-2000. Что касается лесных завалов и непролазной чащи, профильный министр списывает это на человеческий фактор по части законодательства и развития цивилизации. То и потребность в дровяной древесине, с тех пор, как у нас область стала газифицированной, в общем-то она резко сократилась. Просто раньше леса были гораздо чище из-за того, что и дровяная древесина вся выбиралась. И в общем-то не было столько сухой травы, потому что много было, скажем так, и частного, и общественного скота. В общем-то сенокосы выкашивались, даже часть травы, пастбище выбивали. Сейчас вот есть такая проблема. Поэтому плюс еще раньше мы проводили лесовосстановительные так называемые рубки. Сейчас они, к сожалению, запрещены. Сейчас такое внимание к защитным лесам, ну оно очень, я бы сказал, даже, наверное, лишнего. То есть, в общем-то запретили лесовосстановительные рубки, а само слово лесовосстановительное, оно говорит о том, что они направлены на восстановление леса. В любом случае, статистику лесных пожаров, озвученную министром в начале сюжета, может изменить сентябрь и октябрь – самые напряженные периоды. Ведь пожары тоже по осени считают.